Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о посуде, но не совсем обычной посуде. Это посуда нашего российского производителя. Фирма называется Пчелка. Изготавливается она у нас в Москве. И пользуюсь я ей уже на протяжении 8 лет. Почему я сейчас решила снять видео? Потому что недавно я пополнила ассортимент, который у меня уже имеется. И решила, почему бы не рассказать про эту посуду. Возможно, многие про нее даже не слышали и не подозревали. На самом деле, посуда очень интересна. У нее есть какие-то тонкости, хитрости в использовании ее. И в принципе, в самом составе. Посуда, как я уже сказала, из полипропилена. И у меня здесь есть маленькая памятка. Я сейчас про нее расскажу, прочитаю вернее. Это высококачественная, экологически чистая и безопасная посуда. Из пищевого полипропилена. Предназначена для использования в диапазоне температуры от минус 25 до плюс 110. Она очень многообразная. Представлена в разных модификациях. В ней можно хранить холодные, горячие продукты. Можно какие-то детские игрушки, предметы гигиены. Можно разогревать в микроволновке, на пару использовать. Можно хранить в холодильной или морозильной камере. Также для сбора, перевозки и хранения грибов, ягод, молочных продуктов. Также для маринования и соления огурцов, шашлыков, закваски, капусты. Можно мыть в посудомоечной машине и кипятить воду с помощью кипятильника. То есть вот такая посуда необычная и многофункциональная. У меня очень много всего собралось этой посуды. И как мне говорили продавцы, она, почему она такая универсальная и многофункциональная, потому что в ее составе есть ионы серебра, которые защищают продукты от каких-то там вредных веществ. Они дольше остаются, продукты пригодные, остаются свежие. И сейчас я просто покажу, немножко расскажу, что у меня есть. Ну, первое, с чего хотела начать, это вот такой самый обыкновенный кувшин. Ну, она такая посуда, не скажу, что как-то сильно там выделяется из общей массы. Но, тем не менее, она имеет разные цвета и вот примерно так выглядит. Кувшин этот с крышкой, то есть вот, ну, как бы обыкновенный кувшин. Но в чем прелесть его? В нем можно делать компот не варя. То есть, если вы заложили сюда сухофрукты какие-то там, ягоды или еще что-то, вы просто заливаете кипятком, оставляете на час и все, через час вы можете пить готовый компот или сок там, что, смотря, вы делаете. То есть, вот такие интересные особенности. Следующее, что еще хотела показать, тоже, что мне очень нравится, и я давно пользуюсь, и не разочаровала за эти года нисколько. И надо сказать, что вот этому кувшину у меня 8 лет, и, как видите, с ним ничего абсолютно не случилось. Вот, ну, и вот это вот у меня такая есть мисочка. В ней, в ее набор входит вот такая крышка, дуршлаг и вот, собственно, сама вот эта миска у меня в другом цвете она. Что интересно в этом наборе, в нем можно готовить гречневую кашу без варки. То есть, вы просто накладываете сюда гречку, заливаете кипятком, так, чтобы гречку, кипяток покрывал сверху где-то еще 2 сантиметра выше вот самой крупы. И все, накрываете крышкой, оставляете, через 30-40 минут каша полностью готова, и ее можно кушать. И это не сказка, это не то, что я там первый раз попробовала. Я уже вот на протяжении 8 лет, как я сказала, это у меня мисочка тоже уже 8 лет, я именно так варю гречневую кашу. То есть, все вредные вещества, которые в ней, в крупе имеются, они остаются, не вывариваются и ничего с ними не становится. Еще интересные баночки, это, я считаю, что вот эта вот интересная тоже. Чем она интересна? Ну, в принципе, это, наверное, это и крышечка у нее. В ней хранится, если туда положить масло сливочное или сыр, и в холодильнике, вот именно в этой баночке, в этой емкости, будет храниться около месяца, не испортится и будет, как будто вы только что купили. Также можно в ней что-то солить и, допустим, если вы квасите огурцы, солите вот в такой баночке, да, малосольные делаете, то они сверху не покрываются плесенью за счет вот как раз, видимо, того, что в составе имеется ионы серебра. Ну, я так думаю, потому что, действительно, огурцы остаются в хорошем состоянии, а не так, как будто уже постояли два дня и чего-то уже с ними не то. Размеры, кстати говоря, вот этих, например, баночек, там были совершенно разные, и самая большая она на 4 литра. Так, следующее, что еще мне хотелось показать, это вот такая минажница. Все, кстати говоря, очень плотно закрывается, и если вы нальете туда даже воды, ни одна капелька не протечет. Вот такая минажница, она с отсеками, 4 отсека, один побольше и 3 поменьше. Удобно брать с собой, покушать куда-то, или просто, если у вас осталось немножко того, немножко другого, можно сюда положить, и запахи вот здесь не перемешиваются. Вот, опять же, такая интересная особенность. Ну, покажу еще просто, что вообще еще у них имеется, что есть у меня. Это вот такая маленькая баночка для соли. Вот так вот открывается, и вот тут вот соль можно отсюда вытряхивать, доставать. Чем она удобна, конечно, в доме я и не пользуюсь, но если мы пошли на какой-то там пикник, на природу, или куда-то поехали, очень-очень удобная вещь. Есть вот такой набор из ложки и вилки, с помощью которой можно мешать непригорающей посуде, вот антипригарной посуде. И опять же, в чем у них интересный момент, есть вот здесь такая дырочка, она, вилка, получается, вставляется вот в эту ложку, не знаю, видно или нет. Так, переворачивается, и получается вот такая, ну, как, не знаю, прихватка, что ли. Удобно достать очень спагетти, ну, и, может быть, еще что-то там, если горячее, нужно достать из воды. В принципе, ассортимент у них вообще очень-очень огромный. Покажу просто еще, какие баночки, скляночки у них есть и какие есть у меня. Ну, вот, к примеру, вот такая вот есть баночка форма. Все это, конечно, с крышечками идет. Полно всяких разных стаканчиков. Ну, я вот сейчас стаканчики не захватила, но, в принципе, тут все понятно. На стаканчике есть кружки, кружки с ручкой, есть просто маленькие различные баночки. Вот есть вот такие баночки побольше. Вот, то есть я показывала вот эту поменьше. Вот у меня в разном цвете есть вот такая поменьше, такая побольше. И есть еще более большая, она вот с такими уже краями. Все эти банки у меня, все эти емкости у меня идут с крышками. Все ими постоянно пользуюсь. И надо сказать, что вот, ну, что-то у меня новенькое, да, что-то я вот тут стаканчики новое прикупила, не принесла, сейчас забыла. Вот, и все ими ими давно уже пользуюсь. И все, состояние вообще отлично, нигде ничего с ними не случилось. Так, ну, вот это, наверное, все. Просто хотелось поделиться, рассказать. Может быть, кто-то не знает еще про эту фирму, но она действительно заслуживает внимания. На этом я свое видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание и пока-пока.